С завтрашнего дня начинается единый государственный экзамен текущего года. Стартует его досрочный этап. В Белгородской области заявились на участие в нем 238 человек. В основном это выпускники прошлых лет, их 87%. Выпускников текущего года всего 4 человека. Главное новшество этого года в том, что выпускники и прошлых лет, и текущего года будут сдавать ЕГЭ в разных пунктах приема экзамена. На досрочном этапе таких пунктов в регионе будет два, оба на базе школ Белгорода. Другие нововведения этого года обсудим с экспертом в студии. Сегодня это начальник управления по контролю и надзору в сфере образования Департамента образования Белгородской области Николай Рухленко. Здравствуйте, Николай Михайлович. Здравствуйте. В этом году принципиально изменилась аттестация для девятиклассников. В чем существенные принципиальные изменения? Нововведение касается прежде всего факта получения аттестата. Каждый девятиклассник должен будет сдать четыре экзамена. Два обязательных и два по выбору. Но если в прошлом году результаты экзаменов по выбору не влияли на получение аттестата, то в этом году, чтобы получить аттестат, девятиклассник должен сдать все экзамены, и обязательные, и по выбору, на положительную отметку. Это 3, 4, 5. Отлично. Ну а что касается одиннадцатиклассников, их ждет какое-то изменение в этом году в приеме ЕГЭ? Совершенствуется единый государственный экзамен содержательно. Совершенствуются модели занятий. Из ЕГЭ уходит тестовая часть. И в этом году она остается только в ЕГЭ по иностранному языку. В этом году тестовая часть исключена из ЕГЭ по физике, химии и биологии. Николай Михайлович, вот сейчас уже школьники определились с выбором предметов, которые будут сдавать единым государственным экзаменам. Есть какие-то лидеры их предпочтений? Фаворитами у одиннадцатиклассников являются общество знания. Общество знания выбрали 65% выпускников. После общества знания идет физика. Физику выбрали 29% выпускников. Затем идут биология и история. В этом году нужно отметить подъем интереса выпускников к литературе. У девятиклассников также лидирует по выбору общество знания. Его выбрали 75% девятиклассников. Каждый пятый девятиклассник выбрал в этом году информатику. Ну и десятипроцентный рубеж преодолели по выбору физика и химия. Николай Михайлович, ну а с точки зрения контроля за сдачей единого госэкзамена, он будет для девятиклассников таким же, как и для одиннадцатиклассников? Процедура экзамена в девятом классе практически ничем не отличается от процедуры единого государственного экзамена в одиннадцатых классах. В каждом пункте проведения экзамена функционируют системы видеонаблюдения. Оборудованы пункты металлоискателями. Кроме того, организовано общественное наблюдение. На каждом экзамене присутствуют работники управления по контролю надзору в сфере образования. И, безусловно, каждый год для контроля хода экзамена Росупронадзор направляет в регион своих представителей. Николай Михайлович, ну а если у кого-то из родителей возникнут вопросы, или, может быть, кому-то из учеников понадобится пересдача, или сдача экзамена на дому в каких-то случаях, куда обращаться? Обращаться прежде всего в департамент образования, в муниципальные органы управления образованием. Безусловно, обращаться нужно и в школы. Открыта горячая линия по вопросам проведения государственной итоговой аттестации. У нас действует телефон доверия. Телефоны и горячие линии, и телефон доверия указан на сайте департамента. Департамент образования, заверяю, ни один вопрос, ни одну проблему не оставит без внимания. Все вопросы будут проанализированы. Всем фактам будет дана соответствующая оценка. И оба этих телефона, и горячая линия, и телефон доверия уже работают? Уже работают. Спасибо, Николай Михайлович. Гостем в студии был Николай Рухленко, начальник управления по контролю и надзору в сфере образования Департамента образования Белгородской области. А мы еще раз напомним, всю информацию по процедуре итоговой аттестации школьников и телефоны горячих линий можно найти на сайте Департамента образования Белгородской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова